Всем привет! В этом видео я расскажу вам про аквариумные растения наяс. Отлично подходит для начинающих аквариумистов. Род наяс состоит из более 40 видов. Один из авторитетнейших аквариумистов России, Золотницкий, описал три вида наясов в книге «Водные растения» еще в 1887 году. Наяс, наяда, резуха – это все его названия. Растения из семейства водокрасовых. Широко распространен по всему миру и в России тоже, кроме, наверное, мест с вечной мерзлотой. Быстро распространился в основном благодаря своей ломкости и сильной живучести. Может переезжать из водоема в водоем просто на лапах птиц. Ну и мы, люди, конечно, постарались в этом деле. Живет в пресных и слегка солоноватых водоемах с медленно текущей или стоячей водой. Растет наяс только под водой. В аквариумах содержат в основном три вида наяса. Первый – это наяс гвадылупский. Образует заросли в толще воды из тонких ветвящихся стеблей до 1 метра длиной. Листья продолговатые, почти без черешков, по краям маленькие зубчики. Листочки длиной до 4 сантиметров, шириной около 2,5 миллиметров. Они растут парами или тройками. Окраска от зеленой до красноватой. В основном зеленая. Второй – это наяс индийский или королевский, из Азии. У него листья растут в мутовках, состоящих из двух, четырех длинных и жестких листочков с мелкими зубчиками по краям. Цвет изумрудно-зеленый у макушек и более темный снизу очень ломкого стебля. Следующий наяс – это наяс рорайма или рорайма. Честно говоря, не знаю, как правильно произнести. Это растение недавно к нам попало из Японии. Растение очень редкое и очень красивое. Это самый красивый из всех наясов, по моему мнению, и не только по моему. У него жесткие изогнутые листья, также покрытые зубчиками. Цвет от зеленого до темно-коричневого с красным. Это очень красиво и оригинально. Все наясы имеют корневую систему. Растут быстро, до 15-20 см в неделю на протяжении всего года, без перерыва. Температура нужна от 18 до 30 градусов. Кислотность воды от 5 до 7,5. Жесткость около средней. Также требуется подмена воды раз в неделю, процентов на 25. Нужен фильтр, так как наяс плохо переносит муть любой наяс. Да и выглядит он в мутной воде не очень. Удобрение не требуется, растет и так. К освещению наяс также нетребователен, долго может жить в тени. Но тогда наяс не будет таким ярким и красивым. Для этого потребуется прибавить освещение. Продолжительность этого дня где-то от 8 часов до 12. Объем аквы любой, хоть 5-литровая банка. Насчет грунта. Можно высаживать в грунт, можно не высаживать. В грунте растет красивым кустом. Но корешки все-таки слабоваты. Грунт лучше помельче, от 3 мм фракция. Заеленность грунта особой роли не играет, так как большинство питательных веществ наяс получает из воды. Уход за наясом заключается в основном в том, чтобы убирать старые потемневшие стебли. Про размножение. Размножается любой наяс просто от маленького кусочка стебля с парой-тройкой мутовок листьев. Можно даже случайно занести в аквариум. Этот кусочек можно посадить, а можно просто оставить плавать. При нормальных условиях он быстро приживет и пойдет в рост. И начнет украшать ваш аквариум. На этом про наяс все. Пока, до новых встреч на канале и в новых видео.